Необычную практику в этом году прошел студент из Краснодарского края. Этим летом он тушил лесные пожары на Чукотке. База авиационной охраны лесов и Департамент экологии и природных ресурсов планируют продолжить такую профориентационную работу для молодых специалистов. Вероника Токмачева расскажет подробнее. Каждый день на дежурстве студент Обширонского лесхозтехникума Краснодарского края провел лето на Чукотке. Поработал здесь пожарным десантником. По приглашению руководителя окружной базы авиационной охраны лесов прошел суровую практику. Сейчас я нахожусь в Билибинском авиаотделении в должности десантника пожарного. Принимал участие в тушении пяти лесных пожаров, три из которых более четырех тысяч гектар. Эта профессия рискованная и требует себе стойкости и храбрости настоящих мужчин. Было ощущение большой тревоги и переживания, так как лесной пожар – это стихийное неконтролируемое векствие, наносящее большой ущерб нашим лесам и данному лесному фонду. Студенты в работе сопровождал инструктор. Борьба с пожарами – дело сложное и опасное. Но уже опытные специалисты оценили настрой и работу практиканта на отлично. За 15 лет это моя первая практика – работать со студентами. И в данном случае меня впечатлило то, что у данной десантники пожарные. Довольно появилась остойка, мужественная, большая выдержка. Много всем-всем интересовались, как производится тушение лесных пожаров, что это такое, ориентирование и так далее. Ну, думаю, что такие ситуации рабочие нужно будет практиковать и далее. Они очень эффективные и слабоотворные. Это первый случай такой практики на Чукотке за последние годы, когда студенты пробуют свои силы в сложной профессии. Возможно, он и выберет свои профессии после того, как закончит, получит лесное образование, именно пойдет в ФБУА в лесоохрана, может быть, к нам приедет. Нам такие нужны. Надеемся и в следующем году такую же практику продолжить. Может быть, и побольше студентов прилетит. В окружном департаменте экологии и природных ресурсов начинают подводить итоги пожароопасного сезона на Чукотке. Официально он длится с июня по октябрь, но осень на Крайнем Севере наступает не по календарю, раньше. Последний природный пожар был ликвидирован в округе 5 июля. С тех пор на территории Чукотского лесничества класс пожарной опасности не поднимался выше второго. Это лето выдалось не жарким и дождливым, поэтому сезон активного горения значительно сократился. На сегодняшний день площадь, пройденная пожарами, составляет 88 353 гектара. 34 пожара было зарегистрировано и ликвидировано. В прошлом году данная площадь составляла 17 929 гектар. Причины стандартные грозовые фронты с малым выпадением осадков. Ветреная погода из-за этого площади так и раздувались. В этом году группировка сил по тушению пожаров на Чукотке достигала 106 человек. Привлекались 36 специалистов Дальневосточной базы авиационной охраны лесов, сезонные работники парашютно-десантной пожарной службы и спасатели регионального управления МЧС. На маршрутах работали 8 воздушных судов. Сейчас в Департаменте природных ресурсов и экологии планируют усилить работу по мониторингу природных пожаров новой техникой. К следующему сезону на службу здесь планируется поставить два квадрокоптера, которые помогут пожарным оперативно оценивать обстановку с воздуха. Вероника Токмачева, Арсений Гусев, Вести, Чукотка.